Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Андреал. И вы находитесь на канале Запрещенной Науки. И сегодня мы посмотрим на БТГ-генератор мощностью 85 кВт. Это запрещенный генератор прямиком из СССР. Секретные технологии советов. Друзья, с вами канал Рафаэль Андреал, канал Запрещенной Науки. И сегодня, друзья, наконец-то мы посмотрим на этот огромный генератор, на 85 кВт свободной энергии. А также в этом видео, друзья, будет помимо этого генератора, интервью с создателем этого БТГ-генератора. Ссылочка будет в описании. Обязательно смотрите видео до конца, а мы начинаем. Но это еще не все. Вы думаете, почему же видео выходит так нечасто? А дело все в том, друзья, что я занимаюсь своими разработками запрещенного БТГ-генератора. В общем, делаю я вот такой магнитный генератор. И сейчас вы можете лицезреть, что это вот такой вот барабанчик, полностью созданный на 3D принтере. В общем, следите за историями в YouTube, друзья, с мобильных телефонов. Там я в подробности показываю, рассказываю, что я делаю в данный момент. Мы находимся в уникальном месте. Это лаборатория одного человека, советского, который хочет продемонстрировать нам свое изобретение. Какие-то основные, может быть, моменты, расскажет Дмитрий Вячеславович Свенгер. Пожалуйста. Хочу рассказать. В этом устройстве заложено 5 уникальных устройств. Вот это вот середина. Это генератор холодного тока 800 вольт 100 ампер. Это генератор постоянного тока. Вольтаж 24 вольта и тоже где-то 100 ампер. Оба этих генератора при работе с короткими звуками увеличивают скорость вращения ротора. То есть, чем больше нагрузка, тем больше он выдаёт. Дальше. Снабжён магнитными двигателями. Вот раз магнитный двигатель радиальный. Это аксиальный магнитный двигатель. Сверху находится ротор для привода. Вот. Раз генератор. Два. Три. Сейчас покажу всё это в работе. Значит, запускается он. Сейчас я его не буду запускать на полную мощность, так как он запускается при 1200 оборотах. Сейчас включу всего лишь 150-200 оборотов. Что-то можно будет запитать от него какое-то устройство? Как лампочку, короче, оказалось. Сейчас отключать я его тоже не буду. Вот этого, потому что он отключается только при полном разгоне от сети. Ну, покажу вам графику. То есть, сейчас мы на него подаём, да, электричество? Мы сейчас, да, на него подаём. Да, на него сейчас я скажу, сколько замерим. Сейчас он разгонится. Постоянно только ли переменный какой подаётся? Переменный, да. Но это для разгона только. Можно подавать постоянно. Разницы нет. Вообще мощность вот этого устройства примерно какая? Мощность вот этого генератора 80 киловатт. Причём при нагрузке катушки не греются, а охлаждаются. Ну и при полной нагрузке можно от одного этого генератора и запитывать, пусть он автоматически запитывает сам себя, и плюс на выходе 80 киловатт. Всё, он уже набрал, да, своя оплата? Ну, он набрал где-то 200 оборотов. Ну, вот для данного эксперимента, да? Да. Показываю просто. Может, его потребление? Замечать его пока-то не будешь, да? Пока он запитывается дальше у нас. Не, я покажу сейчас, сколько потребления, то есть, сколько он потребляет. Вот можете заснять. 0,59 А. 0,60. Ну, пускай я. Для ровного счёта 1 А. 0,6. Вот дальше. Вольтаж. 50 В. То есть, 0,6. Возьмём 0,7 А, нужно умножить 50 В, чтобы получить мощность потребляемых этим минимумом. Сейчас я публику тоже скажу. 0,6 на 50, это 3 Ватта, что ли? 32 Ватта. 32 Ватта. 32 Ватта. Так, дальше демонстрируем. Значит, сейчас производим измерение. Прибор. Включен. 200 В постоянного тока. 4 флазы. 3 Наличные. Так, мы пока не будем выключать запитку. Не, не будем. Мы выключать запитку вообще не будем. Потому что он не набрал пешкового ворота. Я его на коку, может, разгонять не буду. Я вам показываю просто, что это устройство является первым единичным. У меня есть плод, скажите. Оказываю, ток напряжения 49 В. Это одна флаза. Показываю вторую флазу. 49 Вольт, вторая флаза. 43 Вольта, третья флаза. И 44 Вольта, четвертая флаза. Сразу хочу сказать, потому что вольтаж разный, в связи с тем, что устройство было собрано на коленке. Или ротор находится не по центру. Но на работу это влияет так. Получается так. Мы собираем сейчас. Мы возьмем уже 4 раза по 40 Вольт. Мы будем тратить по 45 Вольт. 4 раза по 40 Вольт. Получается 160 Вольт. Вот двигатель. Такой же, каким запитом привык. Для того, чтобы не сжечь. Показываю. Вот всего лишь запитом на одной фазе. А на одной фазе получается так, что искажение. Сейчас нужно просто нам присоединять те фазы, как это будет. Показываю. Дальше показываю. Примода. Это тоже отдельный привык, который можно использовать отдельно. То есть сам генератор и верхнюю часть двигателя. Показываю. Искру. Мерили. Сейчас я показываю ампера, что ли. Потому что здесь обновленный топ. Сейчас ставим на переменный топ. Показываю. Сколько там? 19? 18? Ну, просто током бьет. Почти 20? 20 Вольт, да. Показываю. Сейчас бы дальше показываю. Вот так. Замеряем амператор. Вот 20 Вольт. Это всем известно. Клещи. Вот видите. Он помогает врачению привода. Вот. Показываю амператор. Уже по 25 Вольт. Да. Дальше показываю привода. Вот привод. Замкнут накрутка. С одной стороны конденсатор. С другой стороны диор. И лампочка на 28 Вольт. Все. Пошел. Всем слышно, что двигатель потеряет обороты. Нагрузки не видит просто. Ну, соответственно, если все это установить, можно добавлять. Подержи вам. Какой? Это? Можно добавлять сколько хочешь таких. Он просто в этом поле начинает вращаться и энергия вырабатывается. Да. То есть для того, чтобы мощность была выше, это все устанавливается на специальную конструкцию и в ряд можно поставить там их хоть миллион штук. Один вращается от другого. Можно через этот. Ну, все это нужно регулировать теперь для того, чтобы просто показать. Можно вот это теперь запустить отсюда. От этого. То есть кто разбивается, но смотрите на какой высоте. Вот через такое расстояние можно их поставить хоть миллион штук. Вот второй. Ну, соответственно, если обороты у этого двигателя будет 1200 оборотов, то я сейчас делать не буду. Возрастают геометрические прогрессии. Когда включается магнитный двигатель, то этому устройству вообще не детальнее или чего-нибудь. Помимо этого можно снимать отсюда 80 кВт колонного топа, как это построенный генератор. А дальше здесь до гигаватта можно снять или даже больше. У нас вижу еще раз, что это все вращается на расстояние. Ставим еще другой магнит. То есть другой привод. Сверх. Еще. И так далее. Вот. Я-то сладко, что зависит от чистотным настроек. Как я видите, двигатель. Вот. Вот такая штука. Приглашаем к сотрудничеству друзей. Приглашаем к сотрудничеству, желающим поучаствовать в мировом использовании энергоносителя. У каждого может и тот же предстоять такая штука, которая будет обеспечивать не только его, но и всех соседей. То есть от одного генератора нужно обеспечить эту энергию миллион тонн, используя вот эти приметы, которые я показал. Соответственно, они будут в другом исполнении, другой будет строить магнит. То есть, просто сейчас получаете условия за большие парки, о том, кто-то что-то устанавливает. Это все ложь. Для того, чтобы снять денег побольше. Здесь можно каждому углу будет установить столбики сразу же, как только человек захочет построить на каком-то месте. И все. В этом столбике будет установлен привод, который будет сочетать действие. Планируются ли такие двигатели в автомобилях, на теплоходах, самолетах? Да. Вот прототип двигателя для автомобиля. Мотор-коресор. То, что там представляет дуэнов, я ничего не хочу сказать об этом человеке, ни плохого, ни хорошего. Но хочу вам сказать, что такой двигатель запить не нуждается. Может, подключим аппаратуру? Может, подключим аппаратуру? Что-то лучше. Ну, мощность какая вот этого двигателя для автомобиля? Ну, примерно. Ну, мощность одного такого двигателя-колеса. Ну, я вам дотрудняюсь сказать. Но машина будет вставать на козлах, если задний привод будет. Только когда при нажатии. От одного двигателя? Да. От одного двигателя. Друзья, вот такое вот видео. Ну, а на этом все. Ставьте лайки и увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.